здорово народ с вами коди как ваши дела по традиции в начале года в январе я записываю видео как полностью настроить OBS от А до Я для тех кто пропустил много видео с прошлого года потому что OBS обновляется я снимаю про это видео и в комментариях очень много людей под старыми видео пишет слушай у меня этих функций нету либо а вот тут ты показываешь это у меня уже все изменилось а тут неправильно ну короче такие всякие штуки и люди просто не смотрят все видео да они посмотрели одно и кучу другого упустили поэтому в начале года я рассказываю как полностью настроить OBS от А до Я для хорошей картинки хорошего качества и полностью full настройки опять же нужно понимать что настройка OBS зависит от железа поэтому копировать чужие настройки не стоит нужно понимать какие функции за что отвечают и настраивать OBS под ваше железо видео будет поделено по частям для тех кто не любит смотреть длинные видео поэтому прыгайте по тайм-кодам в описании и переходите в нужную тему которая вам нужна видео будет поделено так сначала поговорим про настройку OBS потом про настройку OBS для Twitch потом для YouTube RTMP и для YouTube HLS и первое с чего мы начнем это настройка OBS заходим в настройки в общем настраиваем язык тему я бы порекомендовал отключить привязку расположения источника что она делает если она у вас включена то элементы когда вы двигаете их друг другу на каком-то расстояние начинают примагничиваться а если вам нужно сделать отступ в пару миллиметров чтобы они были друг от друга то вам нужно будет галочку снять иначе вы этого сделать не сможете думаю здесь понятно здесь в принципе больше делать нечего идем в расширенные здесь ставим приоритет процесса выше среднего чтобы OBS больше получал световое пространство ставим sRGB световой диапазон ставим ограниченный если поставить его полный то будет как будто у вас перекручена яркость будет немножко такая белая пелена ограниченный диапазон дает четкость картин и сочность еще и здесь я бы порекомендовал автопереподключение поставить на одну секунду если у вас что-то произошло с серверами отключился интернет либо еще что-то и нужно OBS переподключиться это будет занимать одну секунду тем самым задержка самого стрима которая идет да возможно люди даже не заметят что у вас произошел сбой так что это бывает помогает теперь давайте поговорим про настройку для твича заходим в трансляции выбираем наш твич подключаем аккаунт если хотите если нет можете просто добавить сюда ключ который нажимаете получить ключ вас перекидывают на страницу где есть ключ твича вашего аккаунта копируйте вставляйте самое главное не забывайте включать здесь галочку это говорит о том что мы снимаем ограничения по битрейту сама платформа твич говорит чувак стрим в шесть тысяч битрейта мы рекомендуем но этого мало даже восьми тысяч битрейта мало но когда вы ставите выше 8000 битрейта на твиче у вас начинается неплохая такая буферизация поэтому 8000 это потолок для твича в данный момент и когда у вас стоит галочка то вы стримите 8000 галочки не стоит вы стримите в 6000 даже если вы поставите 8 думаю с этим понятно вывод здесь конечно же выбираем видеокарту почему видеокарту думаю объяснять не надо чтобы у вас была хорошая картинка на процессоре вам нужно поставить пресет слову что многие процессоры не могут сделать причем если вы стримите еще и на одном компе это прям беда поэтому выбираем nvidia и не паримся битрейт ставим себя количество битрейта ставим 8000 для твича ключевые кадры ставим 2 я сейчас просто говорю что нужно выставлять если хотите прямо подробно почему два интервала почему битрейт 8 почему лучше nvidia а не процессор это вы можете посмотреть в прошлых видео где я прям подробно про все рассказываю сейчас я не хочу растягивать ролик чтобы он был там три часа предустановка если у вас карта до 30 линейки ставите p6 если карточка 30 линейки или 40 ставим p7 если у вас стрим pk есть то тогда даже на 20 линейки можно поставить p7 думаю с этим понятно регулировка ставим высокая многопроходный режим ставим двойной проход четверть расширения профиль если у вас 30 линейка ставим high если 20 10 ставим main предугадывание look ahead мы не ставим потому что это отвечает за автоматические бикадры а мы уже выставили вот здесь вот этой 2 и здесь у нас 2 нам этого хватает и мы не хотим чтобы оно само выбиралось поэтому мы здесь ничего не трогаем психовизуальная корректировка отвечает за наш битрейт если вы ничего не делаете стоите да например в меню то битрейт обе с понижает чтобы снизить нагрузку на ваш компьютер если начинается какая-то дичь на экране игра очень быстрый замес и быстро крутите камеры она поднимает битрейт даже выше того который вы поставили чтобы собрать картинку воедино и его опускает до того который вы выставляли думаю с этим понятно поэтому здесь галочку мы ставим если у вас компьютере две видеокарты то поставьте здесь один и тогда у вас одна будет карта работать на игру а вторая карта будет работать на убес есть вас одна карта поставим 0 думаю с этим тоже понятно потом по аудио тут тоже все просто выбираем наши наушники и выбираем наш микрофон тут в принципе все если вы используете разделение дорожек то тут мы ничего не выбираем а здесь выбираем наш микрофон опять же про разделение дорожек и как работать со звуком есть отдельное видео подробное видео тут в принципе тоже все просто для твича мы выбираем либо full hd либо выбираем 936p она прописывается вручную сейчас на экране появится что нужно прописать вот и все но если вы стримите через stream пк можно спокойно ставить full hd и не париться картинка будет нормально общее количество кадров конечно же 60 здесь в принципе по желанию горячие клавиши цвета тоже по желанию в расширенных мы уже все сделали теперь выбираем youtube показать самый низ для ютуба у нас есть rtmp это первый вариант также подключаем аккаунт либо используем ключ трансляции также ставим галочку снять ограничение битрейта вывод тут в принципе то же самое что и мы выставляли до для твича по сути тут все тоже самое только мы меняем здесь битрейт битрейт если вы стримите full hd что я не рекомендую позже объясню почему то для full hd в принципе 20 тысяч битрейта хватает вот так если вы стримите в 2к 25-30 тысяч битрейта если вы стримите в 4к 40-50 тысяч это отлично если вы стримите в 2к и вы ставите 15 тысяч битрейта это плохо в аудио то же самое в принципе что и было до этого видео все довольно просто главное понять принцип то если вас монитор 2к то выбираете здесь тоже 2к и все у вас стрим будет идти в 2к если у вас монитор например full hd да то выбора здесь не будет 2к поэтому 2к здесь прописывайте вручную таким образом у вас будет стрим идти в 2к а не full hd если вы стримите в данный момент full hd на youtube у вас кодек будет и 1 это плохо если выбирать качество 2к у вас будет кодек випи 9 это кодек который выдает картинку лучше скоро появится новый кодек и в принципе хэвк уже работает на хлс про который мы сейчас поговорим чуть позже а вот и виси пока нету но опять же что имеем то имеем лучше на youtube стримить в 2к чтобы была хорошая картинка допустим с этим мы разобрались но если у вас все-таки комп не вытягивает нормально 2к у вас там карточка допустим 2060 вы стримите с одного компа то здесь можно оставить также full hd но на ю тубе создать вручную ключ потока сейчас покажу как это сделать создаем трансляцию create new далее 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 и вот здесь создаем наш ключ потока создать пишем любое название пишем любое описание выбираем rtmp включить эту кадр выбираем здесь 2к включить частоту кадров 60 все создаем ключ теперь при выборе этого ключа вы об с запускаете full hd но youtube его перекодирует в 2к выдает конечно не полноценная 2к да он как бы делать немножечко апскейл но при этом картинка будет в кодеке vp9 она будет лучше чем при вашем full hd но у вас будет здесь вот такая вот ошибка что это разрешение не соответствует тому что вас выставлено просто забейте болт и все у вас всех будет хорошо работать пока что эту штуку не закрываем второй вариант если вы живете в москва-питер либо между москвой и питером то вы можете попробовать включить hls теперь нам доступны будут новые кодировщики которые будут появляться то есть мы сейчас зайдем вывод то мы можем вместо h264 выбрать хэвк это аши 265 который поддерживается ютубом теперь он хорошо работает и для него нужно меньшее количество битрейта если для аш нам нужно для 2к примерно 40 тысяч битрейта то для хэвк хватит и 20 примерно вот так это работает допустим выбираем хэвк здесь выбираем там 40 тысяч битрейта все хорошо здесь в принципе то же самое но на ютубе на ютубе нам нужно будет создать ключ также создать любое название любое описание и здесь выбрать вместо rtmp выбрать их лс ну и так же создать либо 4к либо 2к включить 60 кадров все таким образом вы будете стримить в хэвк и в новом кодеке h265 то есть хэвк так скажем скоро появится и виси один скорее всего он тоже будет работать на хэвк а не на ртмп потому что хэвк передает все наши данные через http протокол что намного лучше опять же подробно про хэвк есть видео на канале можете посмотреть в принципе на этом все вам нужно запомнить лишь только две вещи это куда вы стримите и вот здесь вот выставить под ваши железки поэтому вы должны просто понять какие настройки за что отвечают и какие будут лучше работать на вашем железе иначе вы будете постоянно сталкиваться с проблемой что у вас перегруз либо видеокарты ибо перегруз будет процессора думаю с этим все понятно но на этом у меня в принципе все не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик чтобы не пропускать новые видео иначе потом вы пишите глупые комментарии также залетайте на стримы на твиче и всем до скорых встреч народ не болейте пока